Это виола. Это виола, это виола. Это вот петунья. Вот она, петунья, которая уже бутонная, но она скоро зацветет. В тонкостях цветоводства глава станицы Бриньковской разбирается не хуже, чем в формировании местного бюджета. Когда нужно высаживать петуньи и как лучше ухаживать за розами, солидный мужчина в пиджаке может рассказывать часами. Идея засадить станицу собственноручно выращенными цветами. Василию Лазе пришла 6 лет назад. Тогда же инженер-строитель по образованию, он решил построить теплицу из того, что было. Эта теплица сделана из старых окон, которые были на школе. При разборке они были уничтожены. Мы их взяли и получилась вот такая хорошая, я считаю, добротная теплица. Небольшой теплицы хватает, чтобы выращивать и 9 сортов однолетних цветов, которыми потом высаживают около 2 гектаров сельских парков и клумб. Всем циклом цветочного благоустройства занимаются 5 человек. Все местные жители. Касадится вот сюда петунькой. Вот, посадили. Потом сверху еще полили. Всю зиму шрастили. Переживания. Вдруг она не взойдет. А она вот у нас как бы все хорошо. Все равно, конечно, гордость за станицу. Бриньковская – пример того, как люди самостоятельно решают вопросы местного значения. Ну зачем платить кому-то и покупать цветы для благоустройства, когда это можно делать своими руками? Руками местного самоуправления. Здесь экономят и станичный бюджет. Деньги, которые теперь не нужно тратить на рассаду, направляют на другие нужды. Выращивая сами цветы в нашей теплице, мы как бы совершенно бюджетные деньги не тратим на приобретение цветов. А вот экономия только от однолетних цветов, которые мы выращиваем, более 600 тысяч рублей. Благоустройство – лишь один из примеров работы местного самоуправления. Сельские администрации, городские мэрии, территориальные органы самоуправления – все это посредники между жителями и представителями государственной власти. Именно к муниципальным служащим или сотрудникам ТОСов приходят узнать, когда будет газ или новая дорога, рассказать, где необходимо убрать мусор и попросить сделать ремонт в сельском доме культуры. Развитие региона невозможно представить без людей, которые пришли сегодня в Краснодарскую филармонию, уверен губернатор. Он поздравил всех представителей местного самоуправления с профессиональным праздником. В прошлом году мы благоустроили 182 двора и 43 парка. В этом году мы планируем благоустроить 180 территорий и на эти цели выделить практически полтора миллиарда рублей. Я вот устраиваю работу своей команды так, чтобы они не были начальниками, а в районах подчиненными. Все вместе мы одна целая команда, все вместе мы отвечаем за жизнь. И все, что сегодня предлагается в виде решений в крае, должно четко сверяться с вами, с органами местного самоуправления. Потому что вы там, на земле, как я уже не раз говорил, вы сильнее ощущаете проблематику жизни, вы сильнее ощущаете приоритетность, на что нужно выделить деньги, какие проекты должны быть в первую очередь. Поэтому любое решение в первую очередь должно согласовываться с органами местного самоуправления. Я также вас спрошу, когда вы свои решения будете принимать, тоже в первую очередь сверяйте их с интересами жителей поселения. Насколько им нужно уже ваше решение. И тогда мы сможем сказать, что на Кубани принципы самоуправления работают. Не на словах, а на деле. Именно открытость и обратная связь – главный принцип работы системы самоуправления. Только общими усилиями местных жителей и муниципальных властей можно реализовать множество проектов. Больше общения с людьми, больше общения, конечно, с главами ТОС, это наши помощники. И без их помощи, конечно, тяжело, потому что сидя в кабинете, многого не видишь и не слышишь. Я вообще местный житель, родилась в этом запорожском поселении, живу всю свою жизнь, поэтому мой номер доступен для всех. И днем, и вечером, и ночью, и утром. Особенно, когда возникают какие-то проблемы. Создание комфортной среды – это лишь первый шаг в решении проблем на местах. Особое внимание будут уделять малым городам и поселкам, заявил Вениамин Кондратьев. Сельским бюджетом помогут и с краевой казны. Какие люди живут на Кубани, такая будет и Кубань. А мы с вами отвечаем за то, чтобы людям на Кубани жилось хорошо. Я убежден, что вы патриоты своей малой родины, конечно, нашей огромной России, но в первую очередь патриоты своих улиц, своих поселков, своих станиц, городов. Вы сегодня делаете их краше, вы делаете их лучше, вы их делаете благоустроеннее. Вот какая Кубань нам досталась наследственно. Давайте эту Кубань сохраним. И вот такой же, но еще более сильной, экономически развитой, более процветающей, передадим нашим детям, внукам и последующим поколениям. Сегодня же стали известны лучшие сельские поселения Кубани. Конкурс проходил весь прошлый год. Победителей лично поздравил губернатор. 35 хуторов, станиц и городов получили денежные призы, которые теперь направят на благоустройство. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Александр Кощеев. Кубань-24. Краснодар. Кубань-24. Краснодар.